Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 25 лет, я чувствую себя безнадёжнее и вообще поздно от чего-то добиваться в жизни, так как лично не стара для этого. Заключает это в том, что у меня нет никаких способностей и талантов, я ни к чему не приспособлен, ничего не знаю, не умею. У меня всё не складывается, образования нет, не закончил колледж. Училась на программиста, отчислилась 4 года назад, если честно, то карвиса да за это, да и мама мне напоминает об этом. Хочется отучиться на другую специальность, например, гостиничное дело или коммерция, но что-то как-то сомневаюсь о совете, или наверное уже поздно. На работу тоже не могу устроиться, нет поддержки от родителей и ни с кем погоднее поделиться своими проблемами. Очень стеснительная замызация, из-за этого откладываю всё, что хотела, что планировала. Боюсь обсуждения со стороны и что обо мне подумают люди. Очень зависимо от чужого мнения, боюсь критики, не приношу, когда меня кричат. Друзей нет, это только виртуальные. Парни тоже, да и вообще кажется, что никого нет у меня дела и всем на меня плевать. Больше чем уверена, что ничего уже не добью замуж, не веду своих семидетей, мне не будет. Сплю много, ложись поздно, встаю тоже поздно. Только сон меня и спасает, так как на время могу забыть о своих проблемах. Не знаю, что делать, куда двигаться дальше. Сама не знаю, чего хочу. Хотела на курс пойти, но боюсь, что тоже ничего не получится. Руки не ставим. Здравствуйте. Я очень тупая, кажется, что теперь меня никого нет. И ни у кого такого нет, как у меня. Всё время испытываю чувство стыда. Плачь иногда. Я думаю, что это на всю жизнь и придётся с этим смириться и жить просто принять как неизлечимую болезнь. Извините, если написано нескладно. Просто достаточно как был у меня дут на душе. Я не знаю, как быть. Ну, вообще здесь есть несколько аспектов, таких довольно важных, на которые вам, вероятно, имело бы смысл обратить своё внимание на эти аспекты. Первый аспект касается, наверное, в целом вашего, скажем так, состояния. Первый аспект касается именно вот, ну, ваших ощущений, скорее, да? Вот. Дело в том, что то, что вы описываете, я бы сказал, очень сильно похоже на депрессию, такое депрессивное состояние. Так бы я сказал. Поэтому здесь вам, вероятно, имело бы смысл, конечно, обратиться к врачу. К врачу-психиатру, да? Либо вот к клиническому психологу для того, чтобы разобраться несколько с тем, с тем вот, нет ли у вас, скажем так, физиологических оснований для того, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете. То есть нет ли здесь именно вот физиологии, скажем так. Потому что, ну, вероятность физиологических причин, которые, вот, ваше, ну, скажем так, ваше состояние определяют, да? Вероятность физиологии, она достаточно большая, как мне видится. Вот. И если она есть, то просто психотерапия вам, ну, наверное, будет неэффективна. То есть здесь в первую очередь нужно пройти вам обследование, значит, и выяснить. Вот. Выяснить, ну, собственно, нет ли у вас определенных, значит, изменений, например, в химии мозга. Да? Вот. Если изменения есть, это нужно скорректировать, скорректировать, так или иначе. Это нужно скорректировать, это нужно оккупировать, привести, ну, в определенное, скажем так, состояние, да, ва-вас, чтобы вам было легче. Вот. Сейчас по понятным причинам это сделать, ну, невозможно. Ну, потому что вы себя так чувствуете, вы себя так ощущаете, вы себя так видите. Дальше. В основе ваших проблем с психологической точки зрения лежат высокие требования к себе. Неуверенность, страхи и, в общем-то, наверное, не сформирована система ценностей и приоритетов. То есть, э-э-э, вот, то, что вы говорите, что вы не знаете, чего хотите, то, что вы, ну, по факту, э-э-э, по факту мечетесь. Э-э-э, ну, туда, э-э-э, туда-сюда, говорит об отсутствии вот какого-то вектора, такого, ну, направляющего вектора, да, получает угар. И отсюда, соответственно, возникают, э-э-э, трудности с выбором курса и так далее. Вот. Что касается чувства вины, то здесь имеют место быть подавленные чувства, такие, например, как злость, отвращение, непринятие чего-то. Это тоже то, что необходимо замечать, разрешать себе выражать. Ну, как мне кажется, довольно много боли, как мне кажется, довольно много эмоций, которые просто в вас накопились. Агрессия, боль, обида, вот это тоже необходимо прожить, выребить, высказать, вербализовать. Вот примерно в таком ключе вам необходимо работать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарна за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать особую работу. Желаю вам всего самого доброго.